Музыка 13 августа сельское поселение Куликово Калачинского района отметило свой 250-й день рождения. В честь такого события правительство Омской области и компания «Газпромнефть» преподнесли местным жителям ценный подарок. Здесь появилась универсальная спортивная площадка, построенная по программе «Газпром детям». К 250-летию мы сильно озаботились этим делом, начали везде писать, звонить. Нас услышали, тем более у нас в нашем поселении такие хорошие спортивные традиции, многолетние. Ну, нам повезло, мы вытащили счастливый юбилейный билет. Даже на стадии строительства здесь ребятишек столпотворение целое было. Приходилось нам их деликатно так выставлять, отодвигать от строительства, чтобы не мешать строителям. Ну, я думаю, она очень востребована будет в селе, судя по тому, как ребятишки вечерами здесь. Когда функциональная готовность, она уже сейчас практически стопроцентная, когда она будет полностью сдана в эксплуатацию, это спортивная площадка, я думаю, она простаивать не будет. Для жителей села такое событие стало настоящим праздником и отметили его с размахом. Почетных гостей встретили хребом с солью. Руководители областного спорта Дмитрий Крикорьян с вместе с главой куликовского сельского поселения Василием Балекно перерезали символическую ленточку перед входом на площадку. А позже все собрались на массовый праздник, организованный на центральной площади поселка. Конечно, спорт – это, наверное, самая главная альтернатива всему тому, что может быть, поджидать нашим молодежью. Мы сегодня хотели, чтобы не только спортивные площадки с нашими партнерами, с «Газпромом», с другими местными омскими предприятиями, которые мы создаем, но и спортивные залы, хорошие стадионы, которые мы должны восстановить, особенно в городе Омске, где еще программа эта не так широко распространена. Это все будет во благо нашему будущему поколению. Как и любой праздник, запуск новой спортивной площадки не обошелся без приятных сюрпризов. Глава Калачинского района Фридрих Мецлер вручил местным жителям связку мечей. Обновить подарок, а заодно протестировать сам объект, было доверено Дмитрию Крикорьянцу и Василию Балякно, которые произвели первые удары по волейбольному мячу. Сразу после этого эстафету приняли ветераны Калачинского волейбола, которые разыграли на новом универсальном покрытии первый турнир. Интерес, проявленный к спортивному объекту жителями Куликова, доказывает, что площадка пустовать не будет. Это важное событие, потому что у нас площадки особо не было, где играть. Я занимаюсь волейболом уже достаточно давно, и я думаю, сейчас будет проходить много соревнований. Волейбол, как я вижу, сейчас уже будет, там будет играть мой отец, и я думаю, что для села это полезная штука, потому что здесь будут заниматься дети, будет новое поколение играть, и развиваться будет только спорт у нас в Калачинском районе. Занимаюсь хоккеем на протяжении уже более 15 лет. Данная площадка, конечно, будет очень большим подспорьем. До этого выезжали в город Калачинск, данной коробки у нас не было, и все тренировки производили там. Напомним, что в Омской области программа «Газпром детям», в рамках которой строятся универсальные площадки имени стадионы, действует с 2014 года. За время работы программы построено более 70 объектов по всей территории Омской области. Уверен, что для каждого поселения, в котором открываются подобные площадки, это большое, серьезное событие. И вот сегодня в Куликово, в честь 250-летия этого поселения, такой подарок от правительства Омской области, от компании «Газпром», от партии «Единая Россия» получен. Сейчас вот будут соревнования по волейболу среди ветеранов. Уверен, что здесь будут все время слышны детские голоса, и площадка будет ухожена, востребована и принесет радость людям. Площадка в Куликово стала первой, запущенной в 2017 году. Всего по программе «Газпром детям» до конца календарного года будут введены в эксплуатацию еще 7 объектов, 4 спортплощадки и 3 мини-стадиона. Субтитры создавал DimaTorzok